В Искитимском районе завершена итоговая аттестация школьников. Единый государственный экзамен сдавали 170 выпускников 11 классов. К сожалению, у стабальников у нас нет. Но почти три десятка учеников показали высокие результаты. Государственная итоговая аттестация прошла без каких-либо нарушений, отмечают в районном управлении образования. Как и несколько лет подряд, больше всего выпускников выбрали для сдачи общества знания. Также пользовались спросом биология и история. Самый маленький выбор пришелся на химию и английский язык. Впервые выпускники могли пересдать один предмет по своему выбору в так называемые путинские дни. В этом году у нас 22 таких выпускника, которые 15 из них решили пересдать, потому что не набрали минимальный порог. И 7 выпускников – это те, которые решили улучшить свой результат. То есть достаточно неплохо сдали, но захотели быть лучшими. Поэтому результаты мы еще ждем, результатов нет. Но я надеюсь, что все ребята справятся. Самый высокий результат был получен по истории в школе поселка Керамкомбинат. Это 95 баллов. На один балл меньше набрал Лебедевский школьник. Также по истории. Профильную математику на 94 балла сдал ученик 4-й Леневской школы. 90 баллов по английскому языку набрал ученик из села Завьялова. У нас в этом году увеличилось количество медалистов. 15 выпускников получили медали 1-й и 2-й степени. Средний балл сдачи экзаменов у медалистов от 70 до 94 баллов. Поэтому все достойно защитили свои медали, получили награды. Я думаю, все в будущем у них сложится. От количества набранных баллов во многом зависит поступление выпускников в вузы и колледжи. Бывшие школьники стали абитуриентами и очень хотят увидеть свои фамилии в списках зачисленных. Субтитры создавал DimaTorzok